На прошлой неделе был угледар, захвачен российскими войсками. Что дальше, что после и что происходит вокруг Торецка? Смотрите, ничего глобально не меняется. То есть вопросы, которые, знаете, повторяют каждый раз, буквально неделю за неделей, месяц за месяцем, но у украинцев меньше, русских больше. Я напомню, что у русских всего больше, больше людей, больше техники, намного больше техники, больше самолетов, больше, да, бомб, эти ФАБы с УМПК, которые КАБами называют, как бы там в широкой прессе и так далее, вот этого всего больше, оно же не меняется. То есть каждый раз, когда в СМИ задают вопрос, а почему так, а почему очередной город был где-то там потерян и так далее, у нас же, грубо говоря, агрегатное состояние, положение на фронте не меняется. То есть состояние, оно несимметричное, нет паритета, не существует. Его не было до этого, его нет сейчас, его не будет завтра. То есть если вы спросите у меня этот вопрос через месяц, у меня будет точно такой же ответ. Нет, украинцев не станет больше, украинцев меньше. И поэтому, если мы говорим сейчас про фронт глобально, то есть украины должны действовать асимметрично. Украина пытается действовать асимметрично, то есть нужно сказать, что украинское руководство, но мы видим это по тому, что они бьют по материально-технической базе России. Кстати, сегодня еще один очередной вынесли склад ГРАУ. Арсенал, это уже третий за месяц стратегического значения, то есть там ракеты, бомбы и так далее. То есть это ощутимые удары. То есть руководству Украины нужно действовать асимметрично. Мы это видим на море черном, мы это видим в развитии беспилотных систем, мы это видим с тем, что Украина бьет по материально-технической части. И то, что, кстати, дискуссия идет о разрешении предоставить американским оружием в первую очередь бить в глубину России, это же как раз именно то, что об этом. То есть идея вынести вот эти арсеналы, идея выносить аэродромы, идея это выносить авиацию на этих аэродромах, плюс арсеналы, плюс боеприпасы, которые находятся на этих аэродромах. Ну а то, что не будет вынесено, чтобы оно вглубь России, и они передислоцировали эту авиацию, убрали в Сибирь туда и так далее, куда не могут достать дальнобойные системы. Хотя украинские дроны уже на 2000 километров летают, но все равно. Вот, поэтому именно, если вы посмотрите свидетельства, которые говорят о том, почему был утерян угледар, 72-я бригада фактически не пополнялась, то есть украинцы стачиваются, людей меньше, людей мало. При этом набор идет, известно, что набор идет, и после принятия поправок к закону мобилизации количество увеличивается. Ну, то есть, смотрите, эти цифры, если они не озвучиваются, то есть само руководство Украины об этом как бы не озвучивать, не говорит, это правильно, это нужно. Но, да, известно, что люди есть. Но мы понимаем, что Украина создает сейчас резервы, то есть в основном мобилизованные, и новые рекруты, которые Украина получает, они идут в резервные подразделения. Теперь это отдельный вопрос, для чего это все делается. Вероятно, у украинского генштаба есть задумка, есть план максимально стачивать Россию, в какой-то момент задействовать свои резервы. Например, мы видели это в Курской области. То есть мы видели, как Украина отступала, отходила на тех или иных позициях на Донбассе, но в какой-то момент она прорвала фронт и заняла тысячу квадратных километров, плюс город, российский город на российской территории. Благодаря как раз резервам, которые у него были, то есть она могла их тоже сточить, куда-то послать, но она их задействовала. Что-то похожее происходит и сейчас. То есть Украина отдает, допустим, тот же Угледар, ну генштаб, нет хорошей жизни, как я сказал, у украинцев меньше, но при этом любой ценой накапливая жирок, накапливая новые силы. И, кстати, именно об этом постоянно уже говорит руководство, потому что Зеленский говорит, что есть новые бригады, нужна техника, нужно оружие, когда он обращается к Западу. То есть это как раз именно об этом. Мы же понимаем, что эти бригады, они же не из пустого воздуха созданы, туда поступают люди. Откуда эти люди поступают? Их мобилизуют. Игорь, прости, я хочу немножко вернуться к Курской операции, если уже мы о ней заговорили. Вот около двух месяцев украинские войска находятся в Курской области РФ. Можно ли сейчас уже говорить о том, оправдала себя эта операция или не оправдала себя, вот спустя два месяца, когда уже некоторое время прошло? Этот вопрос вообще некорректно поставлен, потому что перенос войны на территорию врага – это аксиома военной мысли. То есть любой офицер из любой очепки, французский, эстонский, итальянский, израильский, неважно, если вас спросить, нужно ли переносить войну на территорию врага, да, это первое. То есть если вы жертва и на вас напал агрессор, перенести войну на территорию агрессора в первую очередь нужно. И, кстати, Украина уже это делала в 1922 году. Точками У был нанесен удар по российскому аэродрому буквально уже в марте, там, апреле 1922 года. Да, в первой неделе. Да, да, в первой неделе фактически. И вертолеты украинские нанесли удар тоже, по-моему, в Белгородской области залетали. Ну, тогда у Украины были в кратном меньше возможности, плюс Украина официально не взяла на себя ответственность, хотя понятно было, чьи-то точки У туда прилетели. Но это к тому, что, ну, и у украинских военных, у генштаба, там, и того же Залужного на то время, было прекрасное понимание, что нужно сразу же переносить войну туда. Поэтому это грамотно. Тут просто всегда можно сказать, почему только сейчас, почему не только в 1923 году, вот, надо было наступать. Появились резервы, например. А? Появились резервы, возможно, силы. Ну, так, были резервы, которые наступали вот в 1923 году на укрепление Запорожья. Их можно было задействовать там на рывок на Валуйке или в Белгород. Ну, как бы, история слагательных наклонений как бы не признает, уже как бы не переписать, не вернуть назад. Вот, поэтому это не вопрос, насколько это успешно или не успешно. Это просто грамотно само по себе. Но вместе с тем, да, занятие такой территории, которая сковала там, как озвучивается, минимум 30 тысяч российских солдат, которые находятся сейчас в Курске области, чтобы купировать вот этот вот украинский прорыв и занятие территорией. И плюс с техникой, и плюс с авиацией там работает их. Нужно понимать, что каждый самолет и каждый этот Каб, ну, ФАПС, МПК, который упал в Курской области, мог упасть в Сумской или на Харьков, или в Харьковской и так далее. Вот, как-то так. И уже есть, ну, кадры, фотографии разрушенных сел, пардон, деревень, это Россия, разрушенных деревень на территории как раз Курской области. Так эти деревни, эти сел, точнее села, могли быть разрушены в Украине. То есть, как вот, то есть, логика переноса войны на территорию врага, чтобы разрушался условный осуд же, чем условный Волчанский очередной. Да, и при этом, чтобы российские войска сами фактически разрушали свои собственные города. Ну, в этом логика переноса, да. То есть, опять же, когда агрессор на вас нападает, то есть, вы должны, как бы, отплатить агрессору тем, чтобы он вел войну не на вашей территории, а на его территорию. Ну, это, как бы, опять же, это азбука военной мысли. Тут нет какого-то изобретения велосипеда, это не уникальный ход украинского генштаба. Это, как бы, азбучные истины. Игаль, хотела еще спросить по поводу украинского ПВО, потому что Россия регулярно, несколько раз в сутки, обстреливает украинские города. Да, Харьков и Киев очень часто, Запорожье, Одесса, Сумы. И не все удается отражать, и последние недели мы довольно часто получаем сообщения о попаданиях и о жертвах. И вот накануне как раз Зеленский написал в своем телеграм-канале, что не хватает средств ПВО, и он призвал союзников дать еще, видимо, накануне Рамштайна в том числе. Но означает ли это, что этот ресурс уже истощен, и действительно требуется поддержка? Нет, это ничего не означает. Просто любое ПВО и ПРО пробиваются. Иран атаковал Израиль тоже, несмотря на... Ну, из самых передовых систем ПРО в мире, плюс при поддержке США, все равно часть баллистических ракет иранских пролетела, там перехватили что-то 75%. По исследованиям асинт-аналитиков, что-то 75% было перехвачено, то есть остальные ракеты попадали на территорию Израиля. Поэтому всегда вы будете хватать, тем более вы нет такого масштаба, как российско-украинская. Нет понятия «достаточно». То есть нет такого понятия, что вот у нас что-то достаточно, и вот у нас здесь сейчас истощилось. Вам все время всего не хватает. Украине не хватает систем ПВО, броневиков, танков, артиллерийских снарядов, артиллерийских систем, всевозможных других. От всякой мелочевки для фронта заканчивая всякими крупными и дорогими. Ну, кстати, «Патриот» и перехвачки. «Патриот» — это такое фактически золотое оружие, крайне дорогое. Поэтому Зеленский правильно говорит, что не хватает. Нет такого, что Зеленский придет и скажет, нам хватает, спасибо. То есть пока идет война, будет не хватать. Грубо говоря, достаточно. Это прекращение войны, когда Россия прекратит свою агрессию, и война закончится, тогда можно будет сказать «достаточно». И то с многими оговорками и «но», потому что украинская армия будет восстанавливать свои силы. Франция анонсировала передачу Украине истребителей «Мираж». Ф-16 уже начали поступать в украинскую армию. Вот это пополнение ВВС, что дает Украине, и заметно ли это уже на фронте? Ну, больше самолетов лучше. Я бы не отказывался. Знаете, как закон улицы дают, бери. То есть вот если дают в «Миражи», надо брать в «Миражи». Там, кстати, обещают эти, как они, господи, гриппины, вот, ну, как обещают. Дискуссия. Ну, как дискуссия? Скандинавы говорят, что вот мы не против, как бы вот. Тут же еще вопрос инфраструктуры. То есть, может быть, не против, но нужно как бы создать для этого всего базу. Передача самолетов, это же не просто, как в спермаркете пришел, взял. Это же создание инфраструктуры, наземные персоналы, инженеры. Обучение не только летчиков. Опять же, каждый самолет, вокруг него есть маленькая своя экосистема. Это нужно все тоже подготовить. А западные машины много более сложные, требовательные, чем советские. Ну, советское оружие затачивалось под большую массовую крестьянскую армию. Там еще в середине прошлого века половина населения советского жила в колхозах, в селах. А западное оружие изначально было настроено как бы более сложно, более как бы на жителей городов, более технически подкованных. Поэтому оно более тоже сложное. Это касается и авиации. То есть условные В-16, сложнее, чем ИГ-29, например, в эксплуатации. Условные В-15 сложнее, чем там Су-27 и так далее. И это касается, в том числе, Миражей и Гриппинов и так далее. Поэтому важность передачи Миражей, то есть, ну, вы сказали истребитель, но они будут выполнять функции в первую очередь бомбардировщиков. Они могут нести ракеты, как раз вот эти ракеты, ну, Скальп французский, или Шторм Шэдоу британский. То есть там это интегрировано, не нужно вам ничего там перекручивать, перевинчивать. Вот как это вот сделано Су-24, то есть это все сразу можно использовать. И они будут использоваться именно как замена Су-24, то есть фронтовых бомбардировщиков, ракетоносов, чтобы запускать эти ракеты крылатые. Ну, теперь следующий шаг, это чтобы, наконец-то, американцы, чтобы британцы не против, но американцы разрешили эти Шторм Шэдоу использовать по территории России. Игаль, вопрос, который сейчас часто обсуждается, вот, в частности, Марк Рютте сказал, что, возможно, Украину ожидает сложнейшая зима за всю большую войну. Об этом же говорила, оно уже в контексте гражданского населения, Усула Фандерляйен, когда была в Украине несколько недель назад. Какой ваш прогноз на зиму и на похолодание? Как это повлияет на фронт, на обстановку, на войне? В прошлую зиму тоже говорили, что она будет самая сложная. Каждая следующая сложнее. Каждая следующая, да. Ну, да, да, да. Не, я понимаю. Ну, тут же тоже такого-то откровения нет. Весь год, начиная сейчас с весны, Россия наносила удары по энергогенерирующим возможностям Украины. Многие задавались вопросом, почему они это делают весной, то есть, когда будет потепление и так далее. Ну, так они как раз выносили в течение года всю инфраструктуру, чтобы как раз Украина не могла, ну, или минимально смогла ее восстановить к зиме как раз. Ну, то есть, они работают над всеми ошибками, они поняли, что когда они били тогда буквально в преддверии зимы, Украина быстро-быстро как бы смогла там где-то что-то подлатать. Тут они решили планомерно, вот так занудно, в течение года это все наносить, бить и так далее. Вот, да, тяжелая зима будет, как и прошлая зима. Ну, мне кажется, это глобально вообще, то есть, военского масштаба, то есть, ну, все тяжело, то есть, все плохо. То есть, искать где-то какие-то позитивные моменты, это самого себя обманывает. Поэтому, да, будет очередная тяжелая зима. Ну, то есть, ну, украинские граждане уже пережили две такие зимы, они знают, что нужно делать, ну, в плане как бы, чем надо запасаться, какие нужно принимать меры и так далее. Вот, просто, наверное, еще трошечки, немножечко больше. Вот, вот, и руку на пульсе, держи это, что называется.